всем привет просматривал я свой видеоролик вот этот вот после один из последних установка настройка на микс 18.3 на ноутбуках и обратил внимание что вот идет какой-то странный фон гул пишу юзер вы можете свое свойник поставить вот слышите этот гул такой так вот значит я иду в программу audacity и открывают файлик открыть значит мне нужно попасть на видео вот на этот файлик открываем его я нахожусь в данный момент на манджаро санамон вот на этой версии значит это мой новый компьютер и он ни в какую не принимает линуксы основанные на дебяновских файликах это типа кубунту минт дебиан и тому подобное арчеподобные вот пожалуйста манджаро линукс на ssd диске у как в литой на дебяновских там по при старте или при выходе бегут сплошные строки по экрану и до утра могут бежать пока на принудительно компьютер не выключить в чем дело не знаю в принципе меня рабочий стол санамон устраивает манджара меня устраивает и так займемся исправлением звука исправление звука в принципе проходит несколько этапов вот я могу поскольку я расшил весь экран значит программу значит я могу здесь вот на увеличительное стекло с плюсиком нажать вот видите мне в принципе нужно добраться вот сейчас покажу до такого момента я называю пока еще видно вот видите а сейчас чуть назад подкачусь а а а а а а но где то вот так вот допустим давайте послушаем вот этот вот отрезочек так видите в нем речи нет а а значит ну мне надо убрать вот эту вот широкую полосу а который портит всю картинку а значит иду я вот сюда вот в эффекты а ищу а выравнивание а или подавление шума вот а а а значит нажимаю на создать модель шума а а теперь два раза на левой кнопкой мышки я кликаю по любому или по верхнему или по нижней дорожке чтобы выделились они все а затем иду в эффекты снова иду в подавление шума но вот здесь я поставлю даже вот 36 вот так я сделаю а и нажму на окей сейчас а 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 получится и так получилась вот такая вот прекрасная маркиза то есть практически вся эта полоса у нас она убежала вот если просмотреть то везде все одинаковенько ну и еще что я обычно делаю в эффектах я иду на усилитель вот и усиление я обычно делаю где-нибудь там на пятерочку на шестерочку где-то вот таким вот образом ну давайте посмотрим на пятерку не хочет на пятерку ну давайте пять и один сделаем разрешаем клиппинг нажимаем на окей ну и амплитуда сигналов у нас здесь стала как говорится как говорится выровненная побольше бежи в начало вот послушаем теперь я запустился с флешки на которую установлена майская версия этого года мх18.3 и и вот теперь вот это вот мое создать тишину вот оно красотка в следующей вкладочке вот я могу просто напросто убрать тишину раз ну и скорее всего вот здесь еще тоже будет тоже идем создать тишину два то есть вот можете так вот просмотреть скажем свой аудиоролик ну вот еще тут я одного красавчика нашел можем его значит прослушать вот то же самое значит создать тишину и как говорится привет таким образом просматривается вот если у вас здесь какие-то есть сомнения вот можете вот этот участочек допустим взять и прослушать выделили его вот так нам допустим прослушали за недавностью значит где-то вот этот х х опять таки можно значит взять создать тишину и уже оно будет выглядеть все-таки получше за недавностью если вам это нужно оставьте себе американский английский так вот можете просматривать весь видеоролик ну допустим можно вот этот участок послушать убираю нет это нормальный скажем скажем вручную но вот таким вот образом значит вам нужно будет все это дело просмотреть и поудалять то что вам не нужно вот затем можно вернуться к началу еще раз все это дело перепрослушать и думаю что у вас уже здесь должно быть все нормально теперь значит вот можем начать прослушивать я запустился с флешки на которую установлена майская версия этого года мх18.3 то есть слышите что нет никакого гудения а если обратно откачусь назад то послушайте какое гудение здесь я запустился с флешки на которую установлена майская майская версия ну как говорится разница вполне четко слышно поэтому если мы обратно побежим назад там на нашу самую последнюю версию то здесь уже видно что практически от гудения я избавился чего собственно говоря и хотел добиться и плюс выровнял значит сигналы по амплитуде то есть меняю уровень этой громкости убираю вернусь на самое начало вот я запустился с флешки то есть видите значит в принципе для обработки в обычном качестве видеороликов для меня хватило значит что подавление шума сделать модель шума вторым заходом подавление шума я значит выбрал там 2.36 чтобы сразу у меня там все это дело поубирало вот затем значит выравнивание значит сигнала это усиление вот усилитель ну и вручную там несколько своих кхеков поубирал просто наложил на них тишину и в принципе уже вот это вот качество оказывается вполне приличным для того чтобы данный видеоролик можно было прослушать теперь значит что мы сделаем файл экспорт экспорт могу в mp3 могу в ogc мне собственно говоря без разницы ну давайте в mp3 куда да сюда же я видео и засуну ну вот сюда вот я его и сохраню окей и пусть он сюда экспортирует как видите программа аудасити позволяет значительно улучшить качество звука в видеороликах которые вы снимаете значит у меня по-видимому была ошибка в том что когда я установил программу obs studio то я на нее не поставил необходимые фильтры у меня их просто не было обычно ставится три фильтра компрессор усиление и шумоподавление так вот ни один из них у меня не стоял поэтому у меня получилась вот такая вот прекрасная маркиза вот ну ладно значит файлик мы сохранили в принципе это дело я могу значит теперь уже потихонечку закрывать сохранять да нет не буду сохранять уже ничего покажу дальше значит что происходит дальше значит дальше значит здесь открывается программа open shot можно открыть shot cut эти программы они кроссплатформенные работают и так я запустил программу shot cut для обработки видео ну давайте вот откроем парочку видео файликов один файлик видео другой аудио и посмотрим как их значит вместе совместить ну чтобы убрать это гудение открыть файл вот 4k видео даунлоудов первый файлик у нас будет видео я запустился с флешки на которую устанавливаем тормозной майской вот здесь значит мы добавить видео и добавить аудио дорожку аудио дорожку и добавить ну все есть значит я беру вот этот видео файлик перетаскиваю сюда бегу в самое начало встаю сюда в самое начало и открываю аудио файлик вот вот оно я запустился с флешки и я его вставляю вот сюда ну вот практически у меня получилось скажем так два файлика аудио и видео вот аудио файлик а вот на на видео файлике мне нужно будет отключить звук вот значок видите со звуком вот если я сейчас послушаю исходную вот исходная будет звучать вот так я запустился будение слышите да теперь я перехожу сюда убираю аудио дорожку отсюда и послушаем исправленное качество звука я запустился с флешки на которую установлен как слышите гудения здесь больше нет никакого пробегусь я теперь пожалуй что самый конец посмотрим файлики у меня оба совпадают здесь я значит могу несколько там расширить здесь могу несколько вот так сделать ну видно что оба файлика начало и концы совпадают когда все это я там проверил перепроверил ненужные участки там по обрезал теперь значит мне нужно сделать как говорится экспорт файла ну как это дело делается экспорт нажимаю на словечко экспорт название ну и пусть остается mp4 и нажимаю на кнопочку сохранить сейф и потихонечку это дело как говорится небыстрая программа начинает создавать выходной файлик причем видите от центрального процессора она забирает очень много как говорится ресурсов потому что очень много ресурсов компьютера требуется на то чтобы значит обработать вот этот весь поток видео информации но зато в конечном результате вы получите скажем так нормальный видеоролик с хорошим качеством звука итак я вам показал как делать обработку звука на видеороликах на линуксе при помощи программы audacity значит в редакторе шоткат можно делать в редакторе шоткат теперь то же самое я покажу вам как делать и на винде то есть потому то эти программы я и люблю что они кроссплатформенные то есть зная и умея работать в этой программе вы сможете в ней работать и на линуксе и на винде но насчет макинтоша я не яблочник тут судить не могу по крайней мере на линуксах и на винде вы сможете работать в программе audacity open shot шоткат там 4к видео то есть в программах для обработки ну естественно программа OBS студия опять таки присутствует она кроссплатформенная и в линуксе и на винде ну ради интереса вот давайте я перескочу на винду итак я загрузился с винды на винде у меня установлены значит опять таки кроссплатформенные программы такие как смплеер 4к видеодаунлодер шоткат audacity bf studio и open shot ну вот open shot я еще могу вот сюда перетащить потому что я тоже им частенько пользуюсь вот вот куда-нибудь ну вот так а теперь этих поубираю камеру я пожалуй поставлю вот сюда ну вот таким вот образом то есть все тут у меня для видеозаписи итак открываем программу open shot с linux я на диск для скину файлики а значит поэтому вот что будем делать добавим файлики я их скидывал на диск д насколько мне помнится так вот они вот эти два файлика первый это видеофайлик а второй это аудио файлик так вот если значит начать прослушивать то опять услышим гул я отпустился потому что берет с этой дорожки и вот здесь я нажимаю так громкость volume весь клип и вот я до нуля и теперь и теперь прослушаем мы все вместе это и 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 видите разница есть здесь гула практически никакого нет и вот когда вы окончательно все у себя поднастроите, отрежете ненужное и так далее вам нужно будет нажать на кнопочку экспорт профайл, все форматы я выбираю обычно Blu-ray и качество выбираю высокое и 1080 на 25 то есть да, это все нормально и нажимаете на кнопочку экспорт и вот теперь значит уже вы сможете послушать и посмотреть тот же видеоролик установка и настройка MX18.3 на ноутбуков но с гораздо лучшим качеством звука ну и так посмотрим что у нас получилось ну как видим чистенькие линии безо всяких там шумов и прочее ну легко проверить я опустился всплески ну непонятно слышите что гола этого нет теперь как еще можно проверить этот файлик значит значит еще можно проверить вот таким образом пойти на десктоп и вот на смплеере есть хорошая функция которая позволяет нам определить вот эти вот вещи разрешение экрана 1920 на 1080 то есть качество тоже вполне приличное проект готов к загрузке поэтому практически я могу его загрузить и вы это уже видео можете еще раз посмотреть ну послушать в более лучшем качестве вот таким вот образом ну ладно на всем про всем значит я с вами прощаюсь желаю вам всего самого доброго и наилучшего и до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...